Юлия, добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о вечной делении. Старый фонд или все же новые дома? Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас спрос на квартиры в старом фонде? Или все хотят жить в новых жилых комплексах? Безусловно, спрос на старый фонд есть. Более того, исторический центр или так называемый золотой треугольник – это специализация нашей компании уже 20 лет. Новые дома отличаются множественными положительными характеристиками и, безусловно, популярны. Но старый фонд – это совсем другая история. Другая широта и размах. Каждый дом строился по индивидуальному заказу, демонстрируя социальный статус владельца. Поэтому это парадные, это неповторимые фасады, лепнина, кованые ограждения перил. Все совсем по-другому. И с каждым годом, конечно, таких квартир становится все меньше и меньше. Конечно. Юлия, а в чем особенность старого фонда? Есть такая определенная ценность. Все-таки исторический центр Петербурга – это место проживания очень многих поэтов, писателей, художников. Например, сейчас у нас в портфеле есть квартира в доме, где жил Николай Рерих. И жильцы настолько гордятся этим фактом, что вся парадная украшена репродукциями картин Николая Рериха. И вы чувствуете дух истории. А скажите, пожалуйста, а какие еще здесь преимущества, помимо исторической ценности? Конечно же, это конструктивные моменты. Внутри квартиры стены 80-100 сантиметров из кирпича. Это вопрос звукоизоляции. Очень высокие потолки, выше трех метров, бывают пятиметровые. Просторные комнаты, продуманные планировки, безусловно, входная группа, парадная. Что мы все ищем? Это красивые лестницы, удобный подъем, сохранившиеся исторические элементы. А в квартирах бывают оконная фурнитура, лепнина, что-то необыкновенное. Это все очень ценно. С ценностью действительно не поспоришь. А вот стоит ли бояться за качество самого здания? Например, многих пугают деревянные перекрытия. В деревянных перекрытиях нет абсолютно ничего страшного, потому что балки делались из ценных пород дерева, например, из лиственницы. Это очень большой диаметр самого ствола. Эти балки за 100 лет уже окаменели практически, поэтому не бойтесь. Опять-таки же, чтобы удостовериться в том, что помещение или квартира в отличном состоянии, мы заказываем проверку перекрытий, что дает нам полную картину того, в каком состоянии объект. Также существуют государственные программы по проведению капремонта. Вы всегда можете посмотреть, какие были выполнены работы или какие работы в плане. Год ремонта перекрытий, канализация, когда будет сделан ремонт фасада. Вся эта информация есть в открытом доступе. Юля, а подскажите, пожалуйста, а много ли незаконной планировки выпадается? И есть ли проблемы с этим вопросом? Конечно, перепланировки попадаются. Во-первых, я рекомендую заканивать перепланировки везде, и в старом фонде, и в новых домах. Но все наши объекты проходят тщательную проверку. Мы проверяем документы, законена ли перепланировка. Если нет, мы рекомендуем специалистов, к которым можно обратиться, чтобы все было сделано в соответствии с законодательством. А как дела обстоят с парковкой? Ведь это очень актуальный момент на сегодняшний день. Это очень актуальные и насущные вопросы. Есть разница. Больной даже где-то для кого-то. В современных домах у нас есть подземные паркинги и парковочные площадки рядом с домами. В центре всем кажется, что это проблема. Повсе нет. Дворы закрыты. Чаще всего, по договоренности жильцов, парковочные места закреплены за квартирой. И при продаже это место по договоренности также переходит. Опять-таки же есть чудесное нововведение. Парковочное разрешение стоит около 2000 год, и вы в своем районе спокойно паркуетесь везде, где вам необходимо. Поэтому этот вопрос, мне кажется, снят. И, конечно же, когда мы берем объект в продажу, вопрос о парковке сейчас для всех актуален. Мы знаем правила, какие в этом доме, как руководствуются по распределению парковочных мест. Либо мы порекомендуем вам, где можно взять в аренду парковочное место рядом в паркинге. То есть сопроводим полностью вас по всем параметрам, которые вас интересуют. Он решает. А скажите, пожалуйста, а какая средняя цена квартиры в центре? На этот вопрос ответить цифрой, конкретной суммой очень сложно. Потому что стоимость квартиры складывается из очень многих параметров. Это расположение дома. Какой это дом? Старый фонд же бывает. Реконструкция после капремонта. Или он в том изначальном виде. Опять-таки же есть видовые квартиры. Есть квартиры с окнами во двор. Состояние квартиры с современным ремонтом, с заменой всех коммуникаций. Или это старая расселенная коммунальная квартира. Поэтому сказать, что стоит столько, мы не можем. Однозначно, квартира в красивом историческом доме с видом на набережную Мойке будет стоить дороже, чем аналогичная квартира, например, на Кирочной улице с окнами во двор. Это разница существенная. Покупка квартиры подразумевает ряд трудностей. Юлия, кто может нам в этом помочь? Конечно же, мы с коллегами вам поможем. Обязательно нужно обратиться к специалистам, к профессионалам. Не бояться никаких стереотипов и предрассудков. А самое главное, не бойтесь старого фонда. Потому что в квартирах в старом фонде есть душа. Вы обязательно найдете свой дом и почувствуете его с первого взгляда и с первого шага. Юлия, благодаря вашим ответам мы вновь влюбились в старый фонд. Спасибо вам большое за вашу экспертность. Спасибо большое. Буду рада вас видеть на показах. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok